Идея создать стену памяти ко Дню Победы возникла у сотрудников школы номер 5 еще в прошлом году. В этом предложение реализовали и возвели мемориал в рамках патриотической акции «Бессмертный полк». Ученики и учителя принесли портреты своих героев, которыми украсили стенд. Понимаете, мы всегда в такие праздники говорим, что вот 37 миллионов людей погибло. Лица этих людей мало кто видит вживую. А так наши ученики видят людей, бабушек, прадедушек, именно их друзей, одноклассников, наших педагогов, что это реальные люди были. То есть это все равно значимо. Подходит, рассматривает, некоторые говорят, о, это вот мой прадедушка. Начинают одноклассникам рассказывать или подходят, говорят, о, интересно, кто это. То есть начинают интересоваться историей данных людей. Всего в боевых действиях в годы войны участвовало 34 миллиона 476 тысяч 700 советских военнослужащих. Воевал и прекрасный пол. За годы войны на фронте с оружием в руках сражались от 600 тысяч до 1 миллиона женщин. 80 тысяч из них были офицерами. Обороняли родину и дети. За боевые заслуги десятки тысяч детей наградили орденами и медалями. Из них пятеро получили награду Герой Советского Союза. Мой прадед Зайцин Дмитрий Павлович начал свой боевой путь в 1941 году. Закончил у него в мае 1945. У него был фронтовой друг, это его лошадь по кличке Пакет. Но, к сожалению, в июле 1944 года он погиб. А дедушка был ранен и доставлен в госпиталь. Чембаров Петр Евдокимович родился 13 сентября 1912 года. В Мордовской АССР, в Ельниковском районе, в деревне Большая Бриловка. Он был участником боев в 1941 по 1944 годах. Он был разведчиком и противодесантником на танках. Участвовал в битвах за Брянск и Козельск. Я им горжусь. Я очень уверена, что вся помощь моего прадедушки и других военных очень помогла в победе над фашистской Германией. Моего прадедушку зовут Тащев Василий Иванович. Он был артиллеристом. Защищал Ленинград от фашистских кораблей. У него есть два ордена Красной Звезды и медаль за оборону Ленинграда. В честь Дня Победы в пятой школе прошел ряд памятных мероприятий. Ученики приняли участие в акции «Георгиевская ленточка». Кроме того, для школьников организовали военно-патриотический фестиваль. Ребята показали номера с песнями, сценками и вальсом. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.